Всем привет! Ну что, сегодня произошло. Я вызвала мебельщика на кухню. Наконец-то, да? А то техника стоит, а мебель не сделана. Кухонные гарнитуры я имею в виду. Вот, решила, что надо заказывать. Вызвала, думаю, ну позвоню, он придёт, думаю, там после праздников, наверное, уже. Он приехал в течение пяти минут. И мы с ним заболтались на два часа. Я за это время, не знаю, меня просто там уже все потеряли, все и звонились. Я думала, прошло минут тридцать. Зато я успела спросить вообще про всё. Даже там и про сушильную машину свою, и про шкаф в зале. В общем, мы с ним обошли всю квартиру, и он меня по всем вопросам проконсультировал. Даже про машины поговорили, про знаки зодиака, и даже про муравьёв, кстати. Он говорит, а вы знаете из-за чего муравьи? Я говорю, нет. Он говорит, из-за голубей. И тут у меня пазл в голове складывается. Тот человек, которого ко мне случайно отправили, за место сантехника тогда, я же снимала, он пришёл с чердака. Я ещё говорю, что у нас там на чердаке? Я ещё говорю, муравьи там? Он говорит, нет, там проблема посерьёзнее, там голуби. И тут у меня складывается просто картинка в голове. Он сказал, что на чердаке серьёзная проблема голуби. И здесь сейчас мне человек говорит, что муравьи из-за голубей разводятся. Он говорит, не будет голубей, не будет муравьёв. Я говорю, о, спасибо, вы мне дали идею, чем заниматься сегодня вечером. Говорю, у меня как раз тут чердак рядом. Всё, пойду бороться с голубями. Отлично. Ну, короче, посмеялись. А теперь мне хотя бы понятно, что, если что, надо выгонять голубей из чердака. По поводу кухни. Что мы решили? Мы решили технику расположить вот так вот, как она, в принципе, и есть. Чтобы здесь было много рабочего пространства, столешницы, то есть раковина. Потом парил всё и закину на плиту, на плиту, в кастрюлю или на сковородку. То есть, значит, здесь будет, ну, внизу будет ящичек, духовка, сверху плита. И здесь будет посудомойка. Будет новая столешница. Четыре метра он закажет. Цвета, образцы, сказал, принесёт завтра. Послезавтра приедет и посмотрю фартук. Тоже образцы фартука, образцы столешницы посмотрю и буду выбирать. По поводу розеток для техники. Вот, мне, получается, надо как минимум три. Розетки будут, наверное, где-то под цоколями или, ну, там, за, или, может, где-нибудь там в шкафчике за задней стенкой. Ну, в общем, где-нибудь расположим. Цветодиодную ленту также нужно будет перезаказывать, потому что это же, получается, короткая. Она не до конца идёт. Нужна новая лента. Я думаю, может быть, всё-таки новый профиль. Здесь плоский такой профиль. Я думаю, может быть, нужно треугольный. Может, он будет больше света давать. Хотя, скорее всего, света мало из-за такого коричневого фартука и коричневой столешницы. И плюс я заказала датчик. Ну, не кнопочку, а вот этот вот датчик движения. Но это уже с электриком. Он даст мне номер электрика или мой номер электрику скинет. И я свяжусь с электриком. Он придёт. Я покажу, где я хочу розетки. Плюс попрошу его провести розетку в ванну. Тут надо как-то продолбить стену и туда вывести. Заодно, наверное, попрошу его сделать розетки в зале. Подумаю, где они мне нужны. Ну, и розетки для техники. И розетки, которые будут над столешницей. То есть фартуки врезаны. Самая большая проблема может возникнуть из-за фасада. Из-за вот такого цвета. Есть ли такая плёнка? Но он сказал, что он найдёт. Ну, он почти уверен, что он найдёт. Если нет, то придётся не переделывать прям сами фасады, но перетягивать. Перетягивать уже то, что есть. Попросила вот здесь вот тоже закрыть, сделать шкафчик. И здесь тоже закрыть. Он посмотрел, говорит, ну тогда симметрия как бы нарушится. Получается вот здесь же ровные линии такие. Чётко пополам, а здесь будет уже как бы неровно. Ну, видно, что действительно несимметрично. Я говорю, да, геометрия нарушится. Он говорит, мне это не нравится. Давайте уж тогда переделаем и это, и это. То есть сделаем, чтобы у нас были ровные линии везде. Вот так вот, чтобы... Перфекционист. Прям как я тоже. Я говорю, да, мне это тоже не очень нравится. Я говорю, ну я бы смирилась. Он говорит, нет, я бы всё-таки лучше сделала, чтобы геометрию соблюсти. Я говорю, замечательно, я за. Получается, перенесём чуть выше полочку. Он говорит, ну здесь уже тогда будут дырки останутся. Я говорю, вот давайте здесь уже немножко перфекционизм наш оставим. И просто заклеим их каким-нибудь там. Ну, бывают же наклейки такие белые. То есть закроем эти дырочки, и всё будет хорошо. На этом мы и сошлись. Ну, здесь, само собой, будет тумба для техники. Здесь шкафчик на 60. Мы думали либо сделать, чтобы было две дверки, либо сделать два шкафчика на газ-лифтах. Решили сделать на газ-лифтах. То есть будет, ну, примерно как здесь, только с ручкой. Вот это ему тоже не понравилось, говорит, заглушки. Ну, как бы, потому что здесь push to open. Я говорю, ну а что поделать? Он говорит, если хотите, я могу перетянуть как бы вот этот фасад, убрать вот эти заглушки, сделать другую дверцу. Я говорю, да, в принципе, сильно так не напрягает. Ну, буду еще посмотрим. Столешница, я так поняла, будет доходить до стены. Трубу мы обойдем. Так, кстати, надо купить краску или у родителей взять покрасить. Я же тем хозяевам отдала всю краску белую. Всё оставила, короче. Надо было себе хоть маленькое ведерко взять. Сейчас бы было чем красить. Так, ну, фартук будет новый, я сказала. Плинтус будет новый, наверное. Не знаю ещё какого цвета. Столешница разделяться будет также здесь, потому что здесь будет раковина. Надо, кстати, заказывать уже, чтобы она успела прийти. И цоколя будут новые. Я говорю, чёрный не хочу. Убираем, делаем другого цвета. Но это всё будет зависеть уже от того, какой цвет я выберу. Столешница и фартука. По поводу сушильной машины, вот этого шкафа я тоже узнала. Говорю, если всё-таки её убрать в шкаф, но она же туда не помещается. Она на 66, грубо говоря, будет где-то, ну, вот настолько вот. Вот так вот она встанет прям вот сюда. Ну, то есть не встанет. Поэтому я ему сказала, что мне советуют перенести двери, ну, получается, максимально вот сюда, да. Сейчас вот эта рамка вот здесь стоит, а можно её перенести максимально прям вот сюда. Тогда сушильная машина встанет прям впритык к дверям. Я ему всё объясняла, говорю, я понимаю, в чём проблема. Это же не первый мой встроенный шкаф. Сверху-то он крепится к потолку, а здесь натяжной потолок. Следовательно, вот эта вот часть крепится к закладной. То есть если мы перенесём чуть ближе вот сюда, вот эту рамку, эти двери, то там нужно сделать закладную под натяжным потолком. Потолок натяжной и в шкафу тоже. А сейчас-то там закладной нет, то есть не к чему цеплять двери шкафа. То есть нужно, получается, снимать потолок, как-то отгибать его, снимать с той стороны, делать закладную, а потом уже переносить двери. Он меня послушал, говорит, ну да, так оно и есть, нужна закладная. Потом в ходе разговора мы решили потыкать потолок рулеткой. Сейчас возьму рулетку. И мы поняли, что шкаф вообще никак не прицеплен к потолку. То есть там нет закладной, вот он просто. Он просто висит, то есть он не прикреплён к потолку. Там нет ни закладной, ничего. И мы поняли, что вся эта конструкция, вот эта вся рамка... Рулетка. Можно сказать, что это просто арка, сама по себе стоящая. Она не прикреплена к потолку, следовательно, да, её можно перенести. Но только дырки будут на полу, как бы вот от этого профиля, по которому ездят двери. А так всё возможно, но ради сушильной машины, он говорит, я бы не стала это делать. Да я бы не стала. Он говорит, мне вообще нравится, как она выглядит, хоть это и Дексп, говорит, но вид у неё вообще шикарный. Я говорю, да, мне тоже нравится, как она выглядит. Ну, всё-таки я решила спросить. По поводу зеркал тоже. Говорю, вы понимаете, я хожу без головы. Ну, то есть вот на уровне глаз, если камеру поставить, то получается вот так вот. Вот так вот я себя всегда вижу. Он посмеялся, говорит, ну да, как-то очень странно они сделали. Получается, они сделали ровные квадраты. Раз, два, три. Чётко, симметрично. Но это получилось как-то нефункционально. Он говорит, если чисто для декора, то можно было бы сделать просто одну узенькую полосочку. Либо там здесь сделать, здесь не делать. А они как-то сделали вот так, что даже не посмотреться в них. Ну, и мы решили, что в дальнейшем можно будет двери переделать. То есть вот мы срезаем сверху где-то вот столько, снизу срезаем вот столько. Ну, чтобы было симметрично. И более большое зеркало сюда ставим. И будет красота. Красота или не красота, не знаю. По крайней мере, я смогу туда смотреться. Короче, можно будет все эти четыре двери переделать. Но здесь и зеркал много уйдёт. Так что нужно узнавать у специалистов, сколько это будет стоить. Получается столько нюансов. Охота за всё взяться сразу, конечно, и там, и там. Сделать и электрику, и розетки, и шкаф, и всё-всё-всё сделать. Но, конечно, лучше сначала кухней заняться. Это займёт и то сейчас с праздниками. 8 марта. Доставка с Красноярска только по четвергам, он мне сказал. То есть нам нужно сейчас успеть до четверга, чтобы он ко мне пришёл. Чтобы выбрали образцы. Всё обсчитали. Заказать в Красноярск. И чтобы они ещё привезли. Потому что в среду-то 8 марта. Поедет ли у них машина в четверг, неизвестно. Я думаю, недели через 3, возможно, здесь уже будет всё готово. Я не знаю, какой мне выставить счёт. Я сама ещё не запомнила всё, что мне надо сделать. Плюс ему надо будет подключить всё. И духовку, посудомойку, и фильтр он сказал, что подключит. Смеситель мне надо заказать раковину. Всё это тоже вроде как он врежет. А электрик сделает всё по электрике, по ленте. И закажет датчик, который во движении. А мне надо купить краску, покрасить батарею. И посмотреть, какие я хочу розетки. Вообще, в принципе, во все комнаты. Купить. Ну, либо хотела просто посмотреть, какие бывают. Потом, когда придёт электрика, сказать ему, какую фирму, чтобы он взял, куда он съездил, где он купил. Чтобы меня это устраивало. Я сказала, что люблю всё тоненькое, узенькое и квадратичное. Он говорит, я тоже один в один. Ему не понравилась вот эта розетка, что она сильно так торчит. Я говорю, да, мне тоже такое не нравится. Он говорит, а вот это вот квадратичное мне нравится. Я говорю, да, вот это вот мне тоже нравится такое квадратичное. Я говорю, ещё так же уровень завала, чтобы вот здесь столешница была. Чтобы она была максимально квадратичной. Он говорит, да-да-да, я только такие делаю, я тоже люблю всё такое квадратное. Квадратное и минималистичное. В этом мы сошлись. Так что всё, вроде ничего не забыла рассказать. Будут новости, потом ещё что-нибудь расскажу. Ну, когда он уже придёт ко мне с образцами, я расскажу, что я выбрала. Дело сдвинулось в место, и это прекрасно. Я приехала к родителям, мы тут готовим праздничный обед, потому что у папы сегодня день рождения, решили запечь рыбу. Без мяса, короче, сегодня. А на улице, вон, смотрите, снег пошёл. Вот это да. Я ехала, не было снега. Снег, минус, минус, здесь где-то сегодня на улице. А что-то рыбу-то я не засняла. Короче, там внизу кита, большая рыбина киты, разрезанная она пополам, там без косточек, без кожицы. Сверху майонез, ой, майонез, сметана с чесноком. Сверху помидорки, ещё сейчас солью их посыплю. Сверху надо бы ещё сметану, но у меня там уже совсем мало осталось. Так, приправа для рыбы, перец и соль. Так, всё же хватило немножко сметаны, ещё сверху помидоров положить. Чуть-чуть ещё подсолила. И сыр, тёртый сыр сверху. Под фольгу, как советуют, как в рецепте. Ну, не знаю, обычно у меня под фольгой всё получается сырое. Но я думаю, на 20 минут под фольгу. Потом фольгу снимем, чтобы была корочка. И 30 минут, думаю, нормально доготовится. Духовка на 200 градусов. Вообще, первый раз такое готовлю, именно вот со сметаной, по такому рецепту. Ну, посмотрим, что получится. Это рыба кита, не горбуша. Марсик. Мур. Как мило спит. Ой, ты какой красивый, зевает. Тебе тут удобно, да? Закопался в одеялке. Как не подойду к тебе, ты спишь. Вот у котов жизнь, да? Они спят, по-моему, большую половину своей жизни. Ой, красавица. Кабанчик какой лежит. Подмигивает. Подмигивает всегда левым глазом. Большой такой. Килограмм 6, наверное, весит. Прямо всё кресло занял. Большой кот. На улице всё белым-бело. Всё больше и больше снега. Куда он падает? И так его уже очень много. Вроде только немножко начал таять. И всё. И опять запорошила. Я посмотрела погоду. Ещё неделю будет вот такой снег. Потом обещают минус 30. Через неделю. То есть в конце марта будет минус 30. Ну, может быть. Почему нет? В принципе, это нормально для нашего региона. Так, вот что у нас получилось. Это газировка, которая собрала Дюрсо. Напитки эти. Салатик. Персики потом с чаем будем пить. Это персики. Там внутри сгущёнка варёная с грецким орехом. В общем, это вообще прям вкуснятина. Картошечка кругленькая. И вот как выглядит рыбка. Красота. Надеюсь, вкусно. Прошло совсем немножко времени. Уже солнце. Ясно. Вот такой вот у нас климат. В Восточной Сибири у нас резко континентальный климат. Поэтому так быстро меняется погода. Солнце яркое. Погулять бы. Голей. Да неохота. Спать охотно. Ага, особенно вот здесь вот в сугробах. Очень скользко. По сугробам не погуляешь, да. А по дороге, если ходить, то да, правда скользко. Кто тут на мне лежит? Так, ты мне сейчас... А, затяжки оставишь. Кот. Любит, когда я натешу тушки. И мурчит, мурчит, мурчит. Ой, какой. Ой, балдежный кот. Что? Марсик? Мурчит. Что, ухо чешется? Но я же не полезу тебе в ухо. Как-то лазить в уши кота, Марсик, не в моем стиле. Мурчит. Маленький трактор. Да, Марсик, смотри, что тебе принесли. А? Знаешь, что это такое? Это машинка, чтобы тебя вычесывать. Ой, ты сейчас будешь недовольный. Ой, как тебе это не понравится. Ой-ой-ой, как ты будешь злиться. Перестань сейчас мопчать. Сейчас возьму тебя двумя руками и буду тебя чесать. Да-да-да. Такая вот кошачья участь. Все, мурлыка не закончилась. Вот этим вчера закончилось вычесывание кота царапинами, ну и так же направо. А я сегодня приехала в магазин, хочу посмотреть розетки, может быть краску и кисточку сразу куплю. В общем, посмотрим. И потом еще надо заехать в фикс прайс. И еще какая-то у нас ярмарка тут сегодня в городе. Возможно, тоже заедем туда. Так что пошла я в рощу. Магазин такой. Я в магазине выбираю. Мне нужны розетки. Вот такие. Шнайдер. Вот они такие тоненькие. Но есть только серый и коричневый. И все. Белого нет. Вот такие есть белые, но мне не нравятся. Я хочу шнайдер. А белого шнайдера, может, и вообще не существует. Выключатели красивенькие, тоненькие. Наверное, тоже шнайдер. А розеток белых нет вообще. Здесь дальше уже внешние. Только там мутные. А где этих? Ну, вот рамка есть. Какие сюда розетки идут? Вот эти. Вот, кстати, можно вот так взять вот такие вот и рамочки. И будет плоско, да? Мне сказали брать шнайдер. Ладно. Так, идем в дом культуры. А, где? Вот он. Я тут была, наверное, лет... Ой, блин, как школу закончила, наверное. Лет 15 не была. Здесь елки такие огромные, большие. И там вот наш ЛДК-1. Лесодеревообрабатывающий комплекс. Вот они, елочки. Что-то никого не видно. Мы одни, что ли? Или все внутри? Фонари красивые. Синички, да? Кстати, да. Теперь я не кормлю синичек. У меня как минимум возле окна даже нет. Нет берез. Поэтому никак. Да, и тепло уже, в принципе. А, вон, вон кормушка доставит. Кто-то кормит за меня. Так, вот так выглядит ярмарка. Здесь я еще все не смотрела. Там музыка в дальние, детьми, видимо, играют. Там танцуют, занимаются. Даже еда есть. Даже растения. Здесь у нас прикладцы, видимо, какие-то. Проверим. Мы делаем видимость. Как это все работает. Что такое? Изготовление своей открытой. Если нет, он тебе нет. Чему бы и нет. Здесь у нас мастер-смоленист. Вот такие вот доски, не знаю, разделочные, что ли. Жалко должны быть его сделают. С той тематикой и брошкой. Это Валя, сочи, по-моему, и этот. Мы приехали в кафешку. Я взяла, как обычно, суши. В этот раз Калифорнию с лососем. Здесь у нас Филадель Фиолай. Вода, чай, горные травы или что-то такое. В кафешке людей практически нет. В воскресенье сегодня. Короче, сидим, отдыхаем. У нас тут фишка такая. В этой кафешке всегда приносят... Раньше здесь был морской бой. Сейчас принесли вот такую игру. Составлять слова надо, раскраска. Но я ничего не раскрашиваю. Однако у нас тут есть раскраска. Очень красивая птичка. Признаю. И много слов тут составлено. Ну, я тоже составила. Она вообще не заморачивалась. Потому что из этого огромного слова можно составить, наверное, бесконечное количество слов. А птичка красивая, да? Показаешь это? Клюк покрасил желтый. Хорошо. Хорошо. Мы зашли в Магнит. У нас, кстати, есть Магнит. Один. У нас один Магнит в городе, да? Магнит у дома называется. Ну, маленький такой, небольшой. Смотрю йогурты. Вот этот, кстати, который я брала. К нам только завезли-то недавно вот такие. Кстати, очень вкусный. И здесь он вообще по акции 49 рублей. Но я что-то не хочу. Не тянет меня. Я сладкого переела. Так переела, что вообще уже неохота. Сырки разные тоже смотрим. Но мне на удивление неохота. А, нет, вот такой йогурт я взяла только в другом магазине. Говорят, вкусный. Здесь продаются креветки, но я уже взяла в другом магазине себе креветки сегодня. Вот это что такое? Что это? Нет. Да? А что там морского? Похоже вообще на грибы какие-то. Я не вижу. Кровые палочки нет. Кровые палочки нет. Что? И цени перец. У нас так всегда. Это нормально, в принципе. Просто бери наугад. Офигеть тебе счастье. Доширак. Давай возьмем. Универсальный. Что, нет? Так вот это повод начать. С креветками, прикинь. Доширак за 20 рублей и креветки за 500. И из фруктов у нас продаются. Бананы в Инноград. В этом магазине, кстати, очень странные фрукты. Допустим, вот Айва. Охота ее потрогать, да? Не будут. Кажется, как будто она бахатистая. Сушеная фирма. Первый раз это получил. Груша. Санта-Мария. Что такое белое? А, груша тоже китайская. Интересно. Груша. Какой-то грушевый магазин. Слива есть. А, хочу киви. Сладкого наелась, хочу кисло. Слушай, а он мягкий. Слушай, они хорошие. Да, они спелые, хорошие, большие. Надо брать. Мне нужен пакет. Красота. Маленькие перчики. Я вообще вот такое не могу есть. Я даже у васаби мы сегодня ели. Я удивляюсь, как можно есть только васаби. Смотри, какая красота специально для тебя. Горошек. Нет, заворачиваю. Подожди, это красота. А, в смысле, его надо прям микрозелень есть, что ли? Как будто первый раз в магазин зашла. Я вообще такого не видела. Сельдерей. Люблю варить с ним суп. Еще его, кстати, пережаривают с овощами и в салат добавляют. Ну, это сильно много для меня одной. Не замораживать, что ли? Мне кажется, он будет не вкусный после заморозки. О, лимон надо взять. Сколько он будет небольшой? Это тоже много, и они все у меня портятся. Видишь? Манга. Зеленая, дубовая. Нет. Так, так, так. Я хочу яблоки. Яблоки эти нет, гала нет. Эти сильно кислые. Вот эти я думала взять, но они не пахнут. Если не пахнут, значит, наверное, кинглус массовый. Ну, попробую взять. Сорт не написан, просто написано «Новый урожай». А, вот здесь написано «Свежее яблоко». Прекрасные сорта. Турция. Ладно, возьму штучки две, напробую. Смотрю вина. Просто хочу купить домой, чтобы просто стояла дома. О, Массандра. Ну, это портвейн. Это прям слишком. Тоже Массандра портвейн. Как-то из Крыма привозили прям много Массандры и что-то там айпеды, что ли. Как-то еще называлась фирма. Здесь что-то мало видов. Я бы взяла что-нибудь легкое. Тамани, кстати. Розовое, может. Не знаю. Просто, чтобы оно было дома. Где итальянское, как тебе. Это вот все крымское. Все это я пробовала в Крыму. Итальянское. О, Италия, ага. И Крым рядом. Это что? Красное. Красное сухое. Ну, красное, по-моему, красное полезнее, чем белое. Хотя я не знаю. Ну, вот так вот говорят. А это что, розовое? Португалия. Португалия не знаю. Не разбираю себя в винах, короче. Ну, скат, наверное, вкусное. Обычно беру полусладкое. Красное, потому что полезно, а белое... Надо выбирать так. Вот если бы здесь вот уже что-то взяли, значит, это вкусное. Вот этого, допустим, осталось мало. Вот, значит, оно вкусное. Так еще, по такому принципу можно выбирать. А вот, которое я искала. Тоже, да, это тоже Италия. Вот такое вот. Оно белое. А красного нет. Красного не видно. Вон, крымская бастарда. Закрылась. И как-то у них все, короче, не отсортировано. Должно быть Италия отдельно. Белое отдельно, красное отдельно. И все вместе. Мне не нравится. Все, пойдем. Пойдем. Сейчас покажу в итоге, что я тут купила. Так, это мы вчера рисовали. А, позавчера. С милочиком кухни он тут рисовал. Ну, он забрал тот листик, на котором рисовала. Просто я ему принесла и ручки, и карандаши. Я не знала, что ему больше нравится. Взяла бумажные полотенца. Они, правда, оранжевые. С морковкой. Главное, чтобы они были без запахов. Я не люблю ароматизированные. Морская капуста. Вот эти чипсы сухие. Ватные диски взяла в фикс-прайсе. Хотя я люблю фирму Я Самая. И палочек ватных, и дисков тоже. Но так как была в фикс-прайсе, думала, в Яр не попаду. А в итоге потом еще попала в Яр. И купила там палочки. Но так как диски уже купила, ладно, пусть будут эти с фикс-прайсом. Все-таки радость такая, что фикс-прайс открылся. Теперь можно много чего покупать там. Ну и вот йогурт, который так называют. Креветки. Сколько у меня тут вытянуло. Тут льда, правда, льда. Зато пока мы ездили, они не растаяли. Вот он плюс. Вот они называются Королевские приорити. Сколько вытянуло? 470 грамм. 422 рубля. Цена же килограмм и 900 рублей. Такие у нас цены. Не знаю, как в других городах. Я думала, что подешевле. Лимон взяла. 2 химии, надеюсь, вкусные. И 3 яблока. Креветки в морозилку. Сегодня готовить не буду. У меня кусочек грудки, пельмени. Я не особо люблю пельмени, но на черный день. Либо на всякий случай пусть будут. Мороженое у меня тут есть. Сегодня, кстати, наверное, за место чая поем мороженое. Что я еще вчера купила? Так, так, так. Майонез. Не вчера, но тоже купила. Что-то не показывала. Короче, забываю показывать свои закупки. Я просто забегаю домой, потом опять куда-то ухожу. И не успеваю. Йогурты. У меня тут целая куча. Вот, сливки. Ну, просто чтобы были. Вот как раз делаю пасту с креветками. И туда нужны сливки. И 2 йогурта. Вот таких Донисима люблю именно с шариками. Не люблю просто с шоколадом. Вот с этим. Шоколадной крошкой не люблю, а вот с шариками почему-то люблю. Так, яйца есть. Оливки взяла еще одни, да, вчера вот в Командоре. Хотя у меня там еще есть с креветками оливки. И маслины даже резанные. Видимо, на какой-то салат брала, так и не сделала. Здесь сардина сайра. Взяла селедку вчера тоже в Командоре. Уже вчера перед сном ее поела. Тоже на ней были черви такие круглые. На икре, там, ну вот в брюхе. Я их все счистила, убрала и все равно съела. Думаю, ну а что? Ну, если она вся такая. Я уже сколько не брала рыбы. Все с круглыми червями. Они же как бы мертвые, перемороженные. Да-да-да, холодильник. Картошки вчера привезла от родителей. У меня там еще мясной орех лежит. Нет, это шея какая-то. Не помню. И покупаю помидоры в Командоре. Розовые, Средняя Азия. Очень вкусные, но они не пластмассовые. Они прям со вкусами, с сестой. Ну, реально вкусные люди. Вот, Средняя Азия, розовые. Не знаю, откуда они конкретно, но они правда. Правда вкусные. За три помидорки 145 рублей. А сколько за килограмм? 449 рублей за килограмм получается. Вот, вроде как самым необходимым закупилась на выходных. Потому что у меня крупы, в принципе, есть. Рожки, лапша. Все есть. Вот даже еще осталось немножко спагетти. Вот с ними я и хочу сделать пасту с кривотками. Н3 всегда беру такой идеальный, по-моему, размер спагетти для меня. И у меня здесь еще давным-давно уже стоит пиво из Сочи. Бесплатно нам раздавали. Там безалкогольное, конечно, но я его так и не выпила. Ни с кем не выпиваю его. И одна его не выпиваю. Короче, оно стоит. Надо бы выпить. В принципе, оно безалкогольное. Женщинам можно пиво. Там же женские гормоны, особенно вот в этих жестяных банках. Так что женщинам не вредно. О, у меня тут еще есть мазкая капуста. Вот такая. Просроченная, что ли. Ну, в принципе, это нормально для меня. У меня все долго залеживается. Я даже не знала, что она есть. И вот такая еще есть. И чипсы я покупала на салат. Вот эти вот. Купила чипсы на салат. В итоге я обнаружила, что у меня еще одна есть пачка. Сделала салат крабовый с другой пачкой. А эта осталась. Значит, надо еще сделать салат крабовый. Надо вообще перебрать тут эти контейнеры с едой. Тут все к чаю. И сахар. Сахар, кстати, надо набрать. Он у меня просто на балконе стоит. Когда были муравьи, я оттуда убрала сахар. Думаю, они же любят такое. Саши мишки. И поэтому у меня до сих пор сахар и мука на балконе мишки стоят. Вот так у меня есть булочка из чая. И персики. Вот эти мамины. Я вчера у меня взяла. Домой сидела. Кранила на подоконнике, чтобы сгущенка была тверденькая. Чтобы не раскислить, короче. По поводу маски для волос спрашивали. Как она мне вот эта вот от Калос Косметикс. Вот такую вот я взяла. Попробовала. Ну, как бы... Ну, такого эффекта прям вау, ламинирования нет. То есть обычная маска. Волосы после нее мягкие, прям мягкие. Но для меня это плохо. Потому что у меня и так волосы тонкие. Они еще более стали мягкие, да, приятные. Но они еще больше запутываются. Потому что они у меня слишком тонкие. Еще плюс вьются. То есть я их расчесываю, поэтому... Ну, мокрыми расчесываю, поэтому они ровные. Вообще они у меня бьются и запутываются. Так что обычная маска. Никакого прям вау-эффекта я не заметила. Если твердые такие толстые волосы... Твердые такое бывает. Ну, короче, если толстый волос, то да, возможно, она будет смягчать. На мои волосы, ну, как-то так. То есть сильно распутать их и расчесать она мне не помогла. Казалось, Валберис еще гель для стирки. Вот такой синергетик для всех видов тканей. Ну, и тут у меня хозяйственное мыло стоит. Короче, я так организовала. Мне кажется, здесь они хорошо встали. Эти канистры 5-литровые. Еще, кстати, подарок был с гелем. Вот, от Синергетик. Не пробовала еще. Пока что здесь вот так вот все хранится. И всякие швабры, веник я поставила вот сюда. Вот в это прямоугольное ведерко. Так, еще спрашивали про тушь для ресниц, которые я заказывала. Что там за тушь? Алиса, стоп. Вот такая тушь. Это Эвелайн. Ну, не знаю. Кто-то пишет Эвелин. Мне кажется, произносится Эвелайн. Короче, Эвелайн косметикс. Варьете. Фокус. Вот такая тушь. Так, надо, наверное, открыть, показать. Они совсем дешево стоят на Валберис. Их там прям много-много разных. С разными щеточками. Я взяла именно вот с такой. Слегка изогнутая. Это самая изогнутая, которую я нашла в такой линейке. Вот здесь на коробочке можно посмотреть, что тоже изогнутая. Потому что мне такие нравятся. Они как раз закручивают. То есть, они вот такие. Вот такую тушь я люблю. От Maybelline вот именно такую. Но сейчас они все какие-то копии стоят буквально по 120 рублей. Вот с такой щеточкой, которая тоже не фокусируется. Ну, в общем, понятно. Все, наверное, знают эту известную тушь. Вот так она выглядит. Она прям хорошо закручивает, дает объем. Поэтому для моих ресниц это вот самое то было. Сейчас такую тушь уже не достать. Чем я еще пользуюсь? Давайте быстренько покажу для тех, кто спрашивал. Так, из декоративной косметики вот тушь. То есть, сначала я наношу теперь вот это вот. Варитая. Потом Maybelline, которая у меня осталась. Остатки вот этой туши. Это оригинальная. Стрелки рисую лайнером. Так, у меня тут еще один был. Просто у меня один в сумке лайнер. Ну, если там растечется, с собой беру. И один здесь. Вот, ресничка. Раньше стоил совсем дешево. Я сразу взяла штуки 3-4. Хороший лайнер. Меня вообще полностью устраивает. Его, главное, надолго хватает. У него кончик немножко подсыхает. Я его ножом срезаю. И, ну, как бы, вот эту вот сухость срезаю. И дальше пользуюсь. Пользуюсь прямо по полгода. Можно сказать, что вечный лайнер. У меня еще такой серый есть. Ну, серый это так. Очень редко им пользуюсь. Сыворотка для роста ресниц. Сыворотка называется ли как? Не знаю, как правильно. X-Lash Pro. Ей уже, кстати, 8 марта будет ровно год. А там еще ее много. То есть, очень экономно. Экономичная такая. Так, надо сегодня заказать мне еще карандаш для бровей. Вот таким пользовалась Vivienne Sabo. Не нравится, он твердоват. Я хочу что-то более мягкое. И щеточка мне такая не нравится тоже. Я пользуюсь вот от старого карандаша. Ну, он уже закончился. Ну, вот щеточка здесь хорошая. Я ей расчесываю, а потом крашусь Vivienne Sabo. Но хочу другой себе карандаш. Это жидкие тени от... От чего? От Luxe Visage. Хорошие, кстати. Но они не дешевые были раньше. Сейчас не знаю. Консилер от Maybelline. Fit Me. Еще у меня какой-то есть цвет такой светлый-светлый. Что-то словно новая кожа, что ли. Ну, их, в принципе, можно вместе перемешивать. Просто когда я была... Когда я была загоревшая, да, на море, я для моря покупала вот такой темный. Сейчас уже загар спадает. Ну, видно, что спадает. И я уже иногда пользуюсь... Я их смешиваю. И тот, и тот. И светлый, и темный. Тот, второй светлый, у меня в сумке тоже лежит. Кисточки для того, чтобы наносить тени. У меня палетка от Make Up For Ever. Она старая-старая. Выглядит вообще не очень. Еще плюс при переезде все посыпалось. Я обычно пользуюсь, ну, вот, светлыми. И в углу вот эти... Ну, видно, что да. Чаще всего вот эти. И на нижнее веко вот эти вот серенькие наношу. По поводу того, что все рассыпалось-посыпалось. Сейчас покажу свой стол. Вот этот стол, когда несли при переезде, я в нем еще не разбиралась. Я сюда заглянула, тут вообще жесть. Вот так вот они несли, и тут все просто поперевернулось. Надо было здесь убраться. У меня еще коробка с лаками, оказывается, есть. Она где-то туда была задвинута далеко, я про нее вообще забыла. Ну, это обычные лаки, вот, еще с моих школьных времен. То есть им лет по 20. И они лежат. Зачем они мне? Я же не буду уже ими никогда пользоваться. Надо их выбросить или отдать. Опять же, кому они нужны. Старинные прям. Вот 12-й год лак. Годен до 15-го. Ну, зато жидкий, хороший. Так-то, в принципе. Надо будет здесь убираться. Когда уберусь, покажу еще, что у меня есть здесь. У меня всегда есть запас крема вокруг глаз. Вот этот вот я всегда покупаю. Здесь стоит там запас. И сыворотку, да, спрашивали, что я там взяла. Новосвит. Вроде как хорошая косметика. И сыворотка вот эта мне нравится. Кстати, реально разглаживает кожу какая-то. Она не стянутая становится. Иногда просто на ночь только сыворотку наношу и даже крем не наношу. Но частенько все же наношу еще и крем. Самый простой, самая обычная, чистая линия. Дневной и ночной. Здесь у меня тоник тоже гиалуроновый. Ну, обычный, нормальный. Ничего не могу сказать сверхъестественного. Тоник как тоник. И мицеллярка гарнир. Самая классическая, самая любимая. Ватные палочки и ватные диски сегодня купила. Искала именно вот такие вот. Я самая красная. Ну, потому что у меня красная. И не буду же я нарушать свой фэншуй. Поэтому тоже нашла красные сегодня. Вот, купила запас. И ватные диски тоже купила. Не я самая, но, в принципе, белые и белые. Фэншуй не нарушится. Я шучу, конечно, по поводу фэншуя. Я в этом ничего не понимаю. Ну, просто... Что такое? Волосы ем. Ну, просто, чтобы всё было под цвет, всё было красивенько. Купила карту пятёрочки. Надо будет её зарегистрировать. Сюда положу. Я просто, наверное, сейчас уже себе заправлю тут. Кроватку, лягу. Сюда обычно складывают то, что мне нужно сделать. И буду лежать, заказывать свалберей, то, что мне нужно. А нужно мне заказать для кухни мойку и смеситель. Мойку я заказала. Всю ночь смотрела, всё утро смотрела. Не выспалась что-то. Потому что та, которую я хотела, её нет в наличии. Вот все есть цвета, белые нет. А я же хочу белую мойку. Я не знаю, как она будет в уходе. Кто-то пишет, что за чёрной тяжело ухаживать. Но у меня чёрная была сколько? Пять лет. Просто её постоянно протирала. Просто надо следить. Если постоянно её протирать, не допускать, что появлялся вот этот белый налёт, то всё будет хорошо. В принципе, мне кажется, так совсем. Если, конечно, её запустить на две недели, то да, там уже въестся налёт. А если каждый день по чуть-чуть над ней работать, убирать, протирать, то всё будет хорошо. Над всем жизнью же надо работать. Если каждый день прилагать усилия, то всё будет хорошо. То всё будет свисти и пахнуть, так скажем. Поэтому с чёрной мойкой у меня проблем не было. По поводу белой очень сильно переживаю, но, в принципе, это же всё не смертельно, её можно, если что, выбросить и поставить другую-другого цвета. Чёрную, например, чёрная подойдёт ко всему. Сейчас пока ездила по магазинам, заказала всё-таки себе мойку за 5500, не помню фирму, Mixstone, что ли. Короче, не помню, ладно, когда придёт, уже покажу, главное, чтобы она пришла целая, без сколов, и чтобы по цвету она меня устроила. Придёт не скоро, то есть нам с мебельчиком видео придётся ждать. Сегодня там на ярмарке уже в машину, когда сели, смотрю, кто-то мне машет, а я в машине. Я думаю, кто это? И мне приходит сообщение, что, типа, это я, он мебельчик мой. А я видела его всего один раз, то есть я его не узнаю. Спросила, когда он придёт с образцами, он сказал, завтра как штык. Ну вот, буду ждать его завтра. А я ещё смеситель не заказала. Смесители дороже, чем мойки, кстати. Мойку вот я за 5500 нашла более-менее. Надеюсь, что она хорошая, не такая, какую я хотела. Я хотела Grand Stone фирмы, но вот белой не было. Смесители в среднем стоят 7-8, которые мне нравятся. И проблема в том, чтобы они подошли по цвету. Чтобы белый с белым сочетался, потому что они же не все идеально белые. Я не могу их посмотреть. В отзывах обычно люди фотографируют мойки чёрного цвета, потому что в основном берут чёрные. Белые, чисто белые редко берут. Поэтому смеситель одной фирмы будет белый, мойка другой фирмы будет тоже белая. Они могут немножко отличаться там крапинками, цветом. Может чуть-чуть кремовой быть. Чуть наоборот, одна холодная, другая тёплая. Короче, я боюсь, что мне ничего не подойдёт. А идти будет сазона. Сколько получается? Недели. Ну, не две недели, а десять дней. Короче, долго идёт сазон. А с Валберес я так ничего не нашла. Смеситель, кстати, может быть, закажу с Валберес, да. Но мне всё равно надо их... Ага, как я закажу с Валберес? Мне надо, чтобы они вместе пришли. Чтобы я посмотрела, сверила цвета. Короче, кошмар. Как плохо, когда в городе нет вот таких магазинов, где можно купить мойку. У нас, конечно, продаются мойки, но белых, кстати, нет. Я проехала все магазины, и у нас мойки стоят где-то от восьми, восемь, девять, десять, ну и так далее, тысяч. Такие не очень. Не очень и дорого. Я опять тут катаюсь. Мы кое-что забыли в кафешке, поэтому вот приехали сюда. Я уже хотела заканчивать видео. На вопрос про папу хотела ответить. Спрашивают, как он себя чувствует, как самочувствие. Вот день рождения у него было, поэтому я не помню, на чём я остановилась, о чём я рассказывала. Просто, может быть, многие даже вообще не знают, у моего папы в 21-м году, в ноябре 21-го, был геморрагический инсульт. Геморрагический, да, правильно. Это очень страшная штука, то есть мало кто выживает, и плюс мало кто восстанавливается. Ну, кто-то, конечно, это всё индивидуально. Кто-то быстро восстанавливается, кто-то нет. У него была ещё куча других там осложнений, поэтому вот, получается, прошло почти полтора года. По-моему, я последнее рассказывала, что мы учим его сидеть. Да, как бы он сидит уже более-менее, потом мы учили его стоять. Но стоять он особо не хотел, он хотел сразу ходить. И сейчас он учится ходить с палочкой. Это уже, я считаю, огромный прогресс. Раньше он ходил на таких ходунках, которые вот под плечи. Ну, то есть он как бы висел на них и перебирал ногами. Сейчас он ходит с палочкой, ему так больше нравится, он как бы сам ходит. Вот, и я на день рождения желала, ему говорю, чтобы ты начал сам ходить, был самостоятельный, летом выходил на улицу. Он говорит, нет, желай мне, чтобы я работала, хочет работать. Ну, ну, просто он всегда работал, всегда что-то делал, там, строил дом, вёл хозяйство, там, яблони сажал. И вообще не видела родителей, чтобы они у меня не работали. Ну, я имею в виду работу такую, вот, как построить дом, там, у них были и пчёлы, и кролики, и куры. То есть они держали хозяйство, папа весь дом сам построил, то есть там были только стены, то есть пол, окна. Ну, я говорила уже об этом, но я повторяю, для тех, кто не знает. То есть я говорю, чтобы ты хотя бы выходил на улицу, чтобы хотя бы смог вообще ходить самостоятельно. Он говорит, нет, хочу работать, чтобы мог работать обязательно на огороде, там, плюс у него сад, яблони, там, груши, сливы, много чего он выращивал. Сейчас, конечно, всё это подзапустилось, так что хочет работать. И желали ему мы работать, чтобы он уже мог и ходить, и выходить на улицу, и работать. Приехала домой, замёрзла, на улице что-то витрина морозяков, что-то там холодает, сколько там градусов, интересно. Минус 12 где-то всего лишь. Кто-то писал, удивлялся, что минус 10, для вас это тепло, на самом деле это очень холодно. Ну, почему? Если это Сибирь, и у нас здесь морозный климат, то есть у нас должен быть мороз. Если у нас будет зимой минус 5, это аномальная жара, это уже ненормально, то есть аномалии не надо. Надо, чтобы на севере был мороз, на юге, чтобы было тепло. Вот это нормально, то есть всё должно быть стабильно. Поэтому, если бы вы родились здесь же, на севере, то для вас бы минус 30, это было бы хорошо, после минус 45. То есть должен быть мороз, в этом году как-то сильно морозов-то и не было, ну, как я считаю. Минус 43, я помню, было, минус 45, минус 46, ну, я снимала тогда ещё, помните, минус 43 было, я говорю, о, теплеет. То есть у нас и так достаточно тёплая зима, и минус 10, ну, минус 10 это жара. Ну, сейчас уже март, поэтому такая погода, да, иногда может быть. Через 6 дней обещают минус 30, не знаю, насколько это правда, но вполне возможно, что в марте ещё будет минус 30 стоять. Посмотрим, время покажет. Так, что я там ещё рассказывала? А, ну вот что, папа, он хочет работать, ходит с палочкой. И про то, что про работу, то есть он строил дом, я маленькая всегда была рядом с ним, то есть там сарай, гараж, баня, ну и весь дом, то есть всё это он делал сам. И, наверное, у меня с детства вот эта вот любовь к тому, чтобы рисовать кухни, чертежи, шкафчики, вот это вот всё я люблю, вымерять, рисовать. Когда кухонщик ко мне пришёл, ну, мебельщик, я сразу с рулеткой такая завела его на кухню, говорю, так, купила квартиру, хочу увеличить кухню, здесь всё коричневое мы убираем, цоколямо меняем. Уровень завала столешницы такой-то, шкафчик на 60, вот здесь тумбу для раковины я измерила, она 800. Здесь мы трубу обрезаем, доходим до стены, снизу фальш-панель, наверху возле шкафа на 60 фальш-панель, он на меня так смотрит, он говорит, да вы всё знаете. Я говорю, я знаю больше, чем вы думаете. Наверное, это с детства, потому что папа делал тоже, то есть и мебель, то есть вот горка, я, по-моему, показывала несколько раз свою спальню, то есть у мамы спальни, у меня, да у всех, то есть все шкафы, все горки, всё мебель, столики, тумбочки, всё он делал сам. Ну и гарнитур кухонный, само собой, ну всё делал сам из дерева. И он ко мне подходил с листочком, там, с ручкой, с карандашом и говорил, рисуй, рисуй стенку какую ты хочешь, рисуй тумбочку какую ты хочешь, рисуй стол какой ты хочешь, то есть ящички, там, дверцы открытые, полки закрытые, как всё это должно выглядеть. И я вот всё рисовала эти чертежи, я любила этим заниматься, рисовала как я, где хочу, где у меня будет какая полочка. Ну, конечно, это всё потом корректировала, мы всё это там обсуждали с ним, и вот, вот это у меня с детства идёт, и мне нравится прям вот всем этим заниматься. Наверное, я была бы хорошим мебельщиком, но это в следующей жизни. Ладно, что-то я наелась суши в кафешке, наверное, на ночь съем только мороженое, и буду ложиться спать, вообще, уже хочу спать. Сегодня что-то был такой день, день Катани, и ещё чай этот травяной. Мы сидели чисто девчонками в кафешке, взяли этот травяной горный чай, он такой горький, прям горький, пахнет чабрецом и прям горький, очень насыщенный. Мне кажется, он меня ещё больше разморил. Так что, ладно, вроде всё сказала. Спасибо вам за просмотр, буду с вами прощаться, монтировать видео. До скорых встреч, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok